олег добрый вечер добрый вечер как как добрый вечер добрый вечер нормально или да да прекрасно украинские гены сказываются на четверть хохол мы говорим про концерт про субботний про ваш я посмотрел расписание вообще ближайших концертов на вашем сайте значит вот понятно что известие холл в апреле остальные все на год то что у вас планы это просто фестиваль то есть вас не будет совершенно коммерческих концертов не планируется в году потому что вот это фестиваль калужская то есть по билетам которые мы а я не знаю вы бы мне расскажите право творческие планы очень прекрасно пасе вас нет ну вот вы все помните даже потому что он стоит на деле про творчестве про творчество и творческие планы мы очень редко разговариваем в интервью да да вот мы сказали вопрос задаете мы готовим альбом и пока альбом готовится концерта вот таких как ностуром их их не будет вот кроме это и исключение 20 числа просто вот в июне смотрю в калужской области будет деревне петрова вот а потом а потом осенью мы поедем с поддержкой высшего альбома до поддержку да а материал уже готов материал готов сводится в студии суббота вы что-то будете в известе холли исполнить из нового ну именно почему мы здесь есть суть вот этого концерта это такой при при предпремьерный показ песен из нового альбома мы не всем будем показывать но две-три мы сыграем покажем и скажем вот этот материал он готовится но мы уже можем сказать что он записан сделано его еще никто не слышал и услышат только те люди которые придут в известе холл а потом она уже там выйдет и будет кладиться а где-то уже этот материал исполняли не украине вообще а на репетиционной базе да какие-то песни были но там их там блок такой 45 песен это вот мы покажем просто то есть субботу вопли видопляться вы просто представим скажем да вот эти песни это стоит это 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 фанатам кто но это им интересно такие штуки как бы подглядеть в эту лабораторию но раньше всех услышать песни а кто вас фанаты в россии вот как вы себе представляете смысле возрастном там я не знаю социальным или у вас нет представления вашей аудитории российской последнее время признаюсь наша аудитория повзрослела все таки вот мы с вами да вроде бы у нас все время молодежь на слушала 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 а потом как-то резко публика поняла что мы уже там категория более возрастная или рок сам постарел может быть и сразу повзрослела публика вот мы на концертах привыкли что молодежь рубится вот и мы вроде себя молодыми чувствуем а тут некоторые концерты смотришь какие-то уже там дядечки такие серьезные приходят с детьми маленькими вот такое семейное какой-то но может быть еще зависит от мероприятия почему мы любим фестиваль на фестивалях много молодежи конечно здорово молодежь слушает хочется быть естественно всегда актуальным современным новые новые ритмы использовать вот я определил как-то для себя от наша публика среднестатистическая это вот эти компьютерщики ботаники да да вот они они там вот какие-то ну такие там сидят в этих компьютерных программах люди там с высшим образованием или студенты вот а потом они приходят на концерты рубятся по полной отвязываются вот это вот ну то есть люди интеллектуально-творческие скажем так скажите а вот со всеми рок музыкантами когда разговариваю задают вопрос будет с вашей точки зрения реанимация интереса к рок-музыке ну на имперском пространстве в россии там на украине вот там где вы же помните что такой был социальный рок 80-х ренессанс рока да мы об этом говорим не будет не будет нет не будет рок будут всегда любишь его такую историю рок всегда будут любить всегда будут уважать но это уже там рядом с джазом я не знаю чем там с классика еще чем-то еще рок за ним займет свою нишу и все это будет а вот в восьмидесятые когда там в конце 80-х когда наутилусом заслушалась москва питер на украине тоже был интерес к этим музыкантам к питерским куральским или всегда был интерес к своим рок командам единое пространство было и единое там как бы музыкальное пространство тоже было конечно и киевский рок-клуб родился чуть позже чем питерские московские уральский вот но он появился но мы тогда уже слушали слушали вот эти все команды ну локальный как бы там музыкальный патриотизм был естественно вот наши там украинцы но вот такого разделения как сейчас не было естественно там слушали там кино вот многие подразделяют вот украинские команды на две группы именно по языку которые исполняют на русском языке музыку и которые исполняют на украинском вы считаете это справедливое такое разделение ведь рок-музыка она же интернациональной или нет на украине вот такая сложилась сложилась природная ситуация что рок-музыка местного происхождения популярна на украинском языке и очень сложно локально раскрутить рок-группу если она поет на русском языке ну или на любом другом на английском это очень сложно даже скорее всего невозможно разве нет украинских команд исполняющих есть но 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 тотально просто не хочу ваших конкурентов от уля тотально популярных нет команды артисты которые поют на русском языке это эстрада эстрада наоборот эстрада украиноязычная никак не может развиться эстрада русскоязычная украинского происхождения очень сильно но они они сразу как бы заходят на территорию россии уже с россии как бы становится но глобально глобально популярными то есть локально раскрутиться русскоязычная эстрада тоже очень сложно цели вот недавно была история когда потапа и и его партнершу закидали каким-то сельскость продуктами я свистали за исполнение недавно на русском языке да вот разве вы можете представить ситуацию что где нибудь в россии музыкантов за то что они поют на украинском языке подвергли бы не знаю какому-то астратизму вот почему такая разница к подходам чем вот вы себе можете это объяснить потому что потому что вопрос языка он болезненный на украине и он стратегически важный вопрос вопрос языка на украине это это вопрос существования украины как государства вообще вот это кто-то понимает кто-то не понимает а какие-то какие-то люди какие-то силы на этом зарабатывают политические дивиденды и вот такие акции как забрасывание яйцами кого-то там культурных деятелей либо политических это все равно политическая провокация и какая-то власть себе какие-то там очечки куда-то записывать либо какое-то формирование и значит у них какой-то стратегический план потому что когда это происходит всегда есть кто это сделал но слава богу слава богу где но там не у нас это происходит там но страшные вещи там я быстро напомню запомнить забудем это теракты и всегда есть ну как бы производитель теракта то есть это страшная раскрутка но тут как бы более мягкая история там это кто-то раскручивается безусловно какая-то но мы вы живем в таком мире вот а потап и настя я их прекрасно знаю люди как бы популярные во всем снг но они любят украину они они действительно патриоты я зале любят украины да они они хорошие люди но но могли бы в тернополе спеть и на украинском языке или по крайней мере я знаю а у них есть репертуар нет у них нету но могли бы могли бы напрячься потому что я знаю даже русских исполнителей которые 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 приезжают ну на украину они там хотя бы одну песню поют даже и киркоров пел и кобзон они на украинском языке поют и сразу дону сам бог велел ну да и сразу всем приятно и естественно люди но людям это очень нравится потому что это одно это дань уважения если если исполнитель приезжает приезжает в украиноязычный город и ну и и не поет на на местном языке то он рискует получить вот ну такие штуки дивиденды потому что она как бы надо надо учитывать настроение народа сори я от обратил внимание что вы говорите на украине хотя ну так принято в москве да ну вот вы же делаете респект а вы идете навстречу там нашему зрителю там нет если вы говорите там на украине хотя многие могут вас после этого не знаю обвинить том что вы должны были бы говорить в украине как положено вы же этого не боитесь вы же вы же над этим стоит я считаю что люди которые являются ролевыми моделями вы жарливая модель вы и кумир вы и рок музыкант вы же должны своим примером показывать что толерантность я прочитал прочитал но хотел сказать в одной книжке книжек мужа не читаю в одной статье в интернете как воспитывать детей и когда но детям читает мораль одевает а делает а и оказывается очень простая мысль и она она гениально правильно что дети дети не верят словам они смотрят не важно не важно что мы говорим а важно что мы делаем это вот это зачитывается всегда это люди подсознательно видят считывают расшифровывать и ну там в годах там до веках все равно все но остаются люди ну там дела остаются мы же нравится людей оцениваем но за поступки коль скоро вы открыли уже эту дверь расскажите по своих детей про детей ну да выше упомянули ну песен да вы видите нет если вы не хотите говорить про своих детей ну если мы можем заметить что рок музыканты намного меньше разговаривать про свою семью про то сколько у них машин если вы не комфортно себя чувствуете я просто но закончу эту тему если человеку не о чем говорить о быте понятно то есть вы считаете что быть говорят только те кто не могут рассказать о своих творческих планах но есть ну как бы сфера духовная и сфера материальная и либо если человек в духовной сфере он не тыры-пыры тогда он говорит о материале как это достаточно такие связанные вещи вот допустим меня всегда очень интересовало вот отпечатали вас франция ваша первая жена была француженка и вы любит во франции прожили сколько лет семь лет вот семь лет то есть вы находить находились другой языковой среде это же не может как-то не отпечатать конечно вот вы чувствуете что вот франция оставила конец лет какой-то они форме ну а какой как как я бы даже сказал тот успех которые ну второй наш взлет в девяносто шестом девяносто седьмом году когда мы вернулись и стали выпускать альбомы и клипы это благодаря благодаря нашей работе во франции те те знания ноу-хау которые дали французы их подход к работе вас французские были продюсеры там нас продюсеров не было но мы работали работали с промоутерская компания потом потом мы создали свою компанию это абсолютно самостоятельно самостоятельно было существование а есть украинская община в париже или где-то в тогда была очень слабая тогда тогда было только там поколение еще которая при царе горохе туда уехала и вот это очень специфические люди со старым консервативным мышлением сейчас есть много уже людей которые во францию приехали я с ними коммуницирую знаю ну украинскую диаспору и мы с ними там проекты делаем вот но тогда тогда нет а супруга стоит вот первые не поддерживаете отношения хорошо а поддержите ли вы отношения с родителями сашими с родителями родители у меня когда переехал в украину они жили в мурманской области далеко потом они переехали на черкащину в черкасской области жили вот это уже 300 километров даже ближе никогда не минут уже там стали возрасте относительно недавно они сейчас живут под киевом очень близко и от меня ехать но минут сорок от моего дома до родителей я хотел бы вот такой установить режим раз в неделю как минимум видится с родителями не всегда это удается но мы созваниваемся мы видимся с родителями и я по молодости вот тоже там я уехал во францию там космополитические такие у меня были взгляды что надо оторваться от корней надо себя построить вот сейчас но не знаю там такие доморощенные у меня там взгляды что надо чтить родителей там это возрастная дом верно давно папа у меня вот родители надо чтить любить холить лилейте чем ты ближе будешь к родителям тем как бы у тебя больше там какой-то не знаю там а а а а алексеевна и юрий павлович слушают вопли видоплясова анна алексеевна юрий павлович вот после определенного там момента стали ярыми фанатами вообще всей музыки хотя вот они ну рок-музыки они не слышали там до того пока не слышали мою музыку другое воспитание но то не абсолютные фанаты вот всего что я делаю они там отслеживают покупать журналы там не там целая такая община вокруг них там соседи приносят им там всякие там фан-клуб такой да 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 а сами что вы слушаете вот для себя или вы не для себя вообще не слушаете вы всегда когда слушаете музыку профессионально как вы думаете то есть всегда снимаете что-то и анализирует как многие музыканты но так как я организатор еще массовых мероприятий фестивалей я много музыки слушают для работы нужно мне нужно для проектов чужой музыки ну и это это информация достаточно либо уже ну совсем исключительно я могу поставить какой-то диск но такой отчет активно я уже не слушаю то что там чтобы меня питал энергии так уже нету да то есть какие-то новые британцы вас не не вдохновляют у него нет очень сложно но я даже опять же какие-то сайтах прочитал что постановление каждой личности идет идет накопление а потом отдача и у вас период тогда даже даже советуют советуют на каком-то моменте закончить насыщение какой-то информации надо просто выдавать тогда если мы говорим об отдаче я хотел бы спросить вас про аню ткач это вот вашего воспитанницы до вундеркинд звезда да 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 уже мировая скоро наверно будет расскажите вот о вашей воспитанницы сидишь в госе страны и дети детском выбираем ждать проект был страны . дети до названия голос диты назвал голос дети на так называть он в россии будет скоро тоже и сидишь слушаешь голоса голоса хороший выбираешь те дети которые которые поют а тут мне в команду попадает девочка которая которая персонаж вот она особенно действительно она мне самого начала я не скажу что она мне понравилась она 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 мне впечатлила вот как речь не о вокальных данных идет так как вы карты не то что те которые у меня были в команде и и детей было очень много очень сильных ну просто невероятность это удивительно то что дети сильнее чем взрослые там во взрослом голосе это подтверждает ту теорию что мы мы в детстве более талантливы мы ближе к миру ангелов а потом это частично теряем вот этих ангелов то набираешь и вот среди них вот один ангельский ангел совсем маленькая девочка на самая младшая в моей команде была и там вот только 7 лет было исполнилось с такими глазами с таким лицом и и когда ты с ней разговариваешь но вот так у тютью вот это все но не проходит у тютью она тебе по-взрослому отвечает а и перед тобой маленький человек абсолютно со взрослыми глазами и со взрослым ну со взрослым мышлением она сама в себе такая начни первую жизнь живет наверное но мы все не первую жизнь нет некоторые живут первую жизнь ну как даже и но они потом потом мы с ней несколько песен спели особенность артист это у меня уже опыт это это мобилизироваться на сцене то есть мы все там можем талантливые там можем много чего придумать и когда человек пришел и выдал и человек в семилетнем возрасте может это выдать это говорит о том что она она далеко пойдет мы с ней поддерживаем связь мы с ней сейчас записываем песню и мне надо сейчас привести в киев там на фестиваль пригласить я хочу звоню маме говорит у а у нас график давайте согласовывать графика опа и я смотрю по датам у нее одну у нее там график насыщенный чем у приведом более насыщенный знаете поскольку мы уже завели разговор о российском украинских отношениях я сейчас попрошу продюсера своего айсель чтобы она нам устроим дегустацию такую она нам принесет сейчас вот это айсель вы уже с ней знакомы вот смотрите здесь два вида сал так я знаю про это сало все мне хотелось бы чтоб вы со мной вместе дегустировали и это сало и это и сказали где русское где украинское где российское где украинское но так давайте давайте задержание вопрос украинское она из украины приехала или она где-то в шинке она была приобретена на сегодня на рынке 222 часа на рынке и прям у меня продюсерская группа прям проверил что это точно с украины да прям вот только вчера еще бы российское сало откуда а российское сало из стамбова из стамбова вот это из стамбова это из украины вы по виду определяет не хотите попробовать потому что цен но это же не стало это мясо то есть у нас столько мяса не бывает в сале то есть можем молотить не выйти не могу попробовать на вам сразу скажу что вот это это не украинская я попробовал очень часто еще и пропал еще копченая а это не правильный да не жуется а этом это чесноком но же вес вот это украинское но это чесноком но пересолено какая подстава на пересолена не но это свежая это это свежая это это не жуется но как бы потому что вот эти прожилки они не жуются как правило я вот вписался в эту историю и сейчас пытаюсь проживать на самом деле то есть либо у меня продюсеры что-то напутали все перепутали да то есть меня вы верили что вот это вот сало стамбова это с украины но не но и в украине может быть нехорошее сало автомобиль нехорошее мне понравилось оно неправильно но но это не стало это как же это называется это ветчина это ветчина а вот это вот это сало в сале могут быть прожилки вот но и основная особенность сало нам должно быть она должна жеваться вот это живется прекрасно с этим с этим она ну мы мы его не можем проживать мы его просто можем засунуть между зубов я вопрос проглотился продолжать с вами разговор если сейчас вам преподнесет подарок от канала за экспертную спасибо но я не угадал оценку нет это это на на самом деле кое-кто у нас получит не то лучше своих я уверяю что мужчинам нашего возраста все гораздо приятнее получать и женских рук футболочка да мы хотим чтобы не да это утешительный как бы приз мы хотим чтобы вы наш канал потеряли когда-нибудь когда-нибудь и не обязательно на концерте пошла но одели бы и открыли спасибо наш канал потому что наш канал пиарит вопли видопляс вы делаете приятно спасибо огромным удовольствием главное вот вам спасибо эта накладка вообще наша салом я считаю что вы такую экспертную оценку далее у меня у меня были два дедушки один дедушка украинец а другой дедушка русский так вот один из подавая я поправлю по материнской линии материнской линии да и вот просто просто дедушка дедушка из полтавщины он производил такой сало дедушка из курщины из курской области производила такой салат я поэтому родились вообще в таджикистане родился тоже писали табадо город назывался видим сейчас он по-другому на ханскую джан вы там были когда после того как уехали от нее ни разу очень хочется съездить очень но вы только на гастроли выезжаете вы так не можете взять его так по ему сложно сложно поехать таджикистан отдыхать но хотя хотя я думаю что там есть что посмотреть я думаю если потребители украинского рока в таджикистане есть 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 очень любят таджикистане песню дэнна роджиня да потому что но хотя и клип на вроде бы на на индийские темы но вот поэтому но но в принципе она вот по она как таджикская народная музыка написано потому что это та музыка которая первую там в жизни там услышал поэтому она нравится точно на таджикистане узбекистане очень популярны ну чтож только если вы поедете вы же помните что сало вообще я в париж приехал и а там они они вообще мало свинины едят французы была лавка арабская я просто не знал у меня лавка возле дома это я хожу свинина есть они так толерантно сегодня нет я знаю что вы также как я бросили курить это здорово и мы не пьем но чокнемся с равно они же российскую украинскую дружбу вот и за успех субботнего шоу спасибо я все же пригласили спасибо что пришли и мы придем обязательно в субботу всех послушаем да за за здоровье скажите какой тост на украинском на прощание тост очень простой бурьба будьмо это я смогу даже это но переводит на на английский язык let it be будет